Ну, в общем, назывался «Подборка ревистофад» 2019, а кто прожил такое лето, остается на руках. Я убила суток лета, кот поймал гундука. Птица редкая кричала, чушь и сети посреди. Только лодка у причала, непричастная людей, только длинная дорожка зацепилась за крючок, сучок, и отставленная ножка на картинке горячо на граните, очень резко светотень. Берег крут, ты опять пришла по леске, жаль, что в городе не был. С каждым заходом я ближе к зиме, ближе к земле, в земле, и полной луной восходит в уме, что я сумел проверить. Да, конечно, случилось все, и получилось все, и все напрасно, но будь я нем, было бы хуже всех. Много хороших людей вокруг, жалко не видно в ней, жалко не выпить, не вымыть мне красных рук в этой звезде из меня. Жаль, что любимая, зная отца и сына, не менять не ключ, но и сначала нет конца, а это стало лучше. Самый простой и самый дешевый, а и самый надежный, это глухой узел, но далеко не всегда и не везде можно завязать глухой узел. Слишком широк угловой городок, да кто бы его судить. А самый прямой и самый тупой, это прямой узел. Очень скользит и немного морщит в шею прямой вылет. Это и в деле не стоит вязать, разве что по вкусу. Но не сравненно, когда у животных памяти, чтобы из соломы пшеницу вязать с напальни, чтобы хороших животных вязать или, если к обездах надежды, прямые люди. Сантиметры, ой, сантиметры, любви, сантиметры, и судьбы верстовые столпы, где за первый привок против ветра исключили меня из столпы. И неважно, казнить или править, править в сущности турок идут. Ибо гравит в сусальное правило, характерен для этой казны. Ибо тает пломбир благодати, ибо тает закон, ибо тать. И нелепо ли, видучи срати, принтовать на футболках насрать. Потому что не рати уроды, а свинолюбионки бутых. Нам над ним городить огороды, города и гаданок за них. На просторах дуракодорожных, где миры паразитов в крови. И свои добавления в горы, миллиметр, микроны, длины. Дождь по-прежнему течет, не кончается. Рыбка робкая, на дне пригорюнился, и покушать не плывет, и качается на волне моя байда безгорючая. Как фонарь на берегу снежным веером, вот и снег уже пошел до потенечку. Если хочешь удавились, хочешь леером, хочешь пауном, но пышнее брашно девичьей, а на нас не привыкла жестяночки. Если свекла в наперечь, щеки смелые, чтобы мужу твоему в воду камыш указать на берегу, все без него. Ну и вот уже зима не смертельная, и узбечка никогда не кончатывала. Я ленивый, все-таки деревня, а снег по-прежнему не кончается. Вниз по течению, слушая танцы, 8 часов на ветру, мы до мертвой электростанции дошли к ветру. Уже разрядился твой матюгальник и телефон, но вот ты на скользкую действующую гальку встала как мне на живот и поскользнулась. Ну, ухто яло. Это уж как всегда. Рифма подходит скорее для яло, но она надувная, да. В речке голубок выходит с виду неброской, как в темноте утопили капитан со старой матроской, причем так мы говорили. Безменная задача. Все день седьмого листопада, я по чугунке еду в гаджи. В лесах на север от Микада, какого я шагу скачу. Здесь не слышны, да видите, людские стуки, но поднимаются слова. Мои нарядные глядюки, красноглазая плотва, здесь ночь страшна, земля упруга, и пребывает иногда небесноглазая подруга, и называется земля. Значит, периграф из романа Тебунова, о котором вы будете представлены. Спасибо, спасибо, спасибо. Наденька, Наденька, тонкая бьет. Позаблю про клинику, будем пить и есть. И целую руки, ноги, дураки, будем недалеки, чтоб не выйти. Чтоб в пыле и пыле, в стиле хохлоны, хоть на день забыли, кто на день будет. Вот и еще. Это я еще выполнял впервые, вот эти я уже читал как-то, но некоторые не читали. Каждый день по важным датам, а ведь даты каждый день, на вокзале поездам нахожу сначала тень. В ней курю. Потом билет покупаю, говоря. Мелкий век от завтра леха до 8 ноября. А потом иду по свету кням в ядреный корень зря. Не спеши, ай, не спеши, внимая эхо под потоком умереть. Ну еще я не доехал, но отправился в огонь. Поздно городские мехи, еху, калом мечутся вдовом. Я уже стихи такие, как читаете, пишу. И киянку вместо такие на башке своей кишу. Собираю соберухи, клаулины и т.п. Слышу песни птицы Руха, посвященные тебе. Обхожу твои угоды, нелюбимые тобой. Где надея, может, ноги помогла бы в час ночной. Часто с лейкой блокнота посещаю, это да. В голове и мои опилки, и рыдалки, и мопилки, и вот этой надея. Я, хотя, не люблю все логизмы сети. Кренерским ребятам, например. Но с дебилами спорят, что едет и едет. И опасны, и тошны назад в СССР. А тем более далее, только вперед. Ибо взад бесполезно, там полное дно. Где сударь белоглазый жирца не берет, а берет на их лица и дышает на длину. Я, хотя не уверен, что будет отречь, но ушавусь, а дальше киберий, клянусь. Каждый день в офисе серебствует дрель, и мгновенно стихает, как только проснусь. Я не вводя везде успевать при царе. И вино я выживаю без особых затей. Я стою на земле, я стою на заре. Всегда отпускаю в детей куски. Ну, это последний. Еще вчера бродил я, и мял в куста загляну. Твои большие булки, с повинного пил вино. Неистого крестивость, покуда гром не грянул. А нынче погляди-ка во всплывшее окно. Смотри, через сугробы хромает твой бедняжка. Немедленно готовый стереть врагов по праху. Есть маленький баунчик, маленькая пляжка. На всякий случай челюсть усиливает куста. Иду, иду, родная. Уже не так я быстро, как проберя с тобой, как поезд в зенит. И ты не та, что прежде. Тебе звонит министр. Думаю, чуть-чуть быстро. А мне взаимознают. Метель бежит навстречу слепым староким шивы. А я стою навстречу перед метелью гном. Во след кричат мои дети. Иди, иди, плешивы. Но спят мои влезли дрови с отрочно.